Доброе утро! На календаре 8 апреля, четверг. Сегодня в нашей стране отмечают День российской анимации. Именно 8 апреля 1912 года состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма. Так что всех, кто с помощью этого искусства дарит радость детям и взрослым, а также всех, кто любит смотреть мультфильмы, поздравляю с праздником и предлагаю узнать, что же мы приготовили для вас в этом выпуске. Будем петь песни вместе с Валерием Щупловым. Таскал вот такой вот чемодан, это раньше магнитофоны такие были. Делали удочки, микрофон туда выносишь. Познакомимся с героем оперы Юнона и Авось. Николай за это время выучил японский язык и даже подготовил первый русско-японский словарь, в который включил 5000 слов. Выясним, что необычного произошло в мире. В какой-то момент прямо через лобовое стекло в салон влетел олень и приземлился подростку на спину. Немножечко удивимся, глядя на ожившую тень. Но начнем по порядку с ободряющей зарядки. Перед садиком и перед школой делай зарядку и будешь здоровым. Перед работой, перед институтом делай зарядку и все будет круто. Сегодня отличный день. Сделаем супер зарядку. Коленочку к себе. К себе. Выше. К лобком. Продолжаем. У вас отлично получается. Закончили. Все будет круто. Подтянем шпагат. Ставим ножки на ширине плеч и наклоняемся. Разводим наши ножки очень аккуратно. Скоро у вас все получится. И аккуратно пружиним. Наши мышцы нужно разогреть. Получилось! Все будет круто! Погреем спинку, чтобы спина была красивой. Прогибаемся. Молодцы! Здорово! Чтобы спина не болела, еще добавим ножки. Когда вы делаете уроки, никогда не надо горбатиться, чтобы спина была красивая. Особенно у гимнасток и учеников. А сейчас я покажу мастер-класс. Занимайтесь всегда! Будьте здоровы! Пока! Все будет круто! Как правильно? Долбит или долбит? Ответ на вопрос словаря узнаем чуть позже. Обязательно дождитесь. А прямо сейчас в эфире нашего канала рубрика для настроения. Какое небо! Синее! Какое все! Красивое! Гнезда готовы! Сок пошел! Ждем тепла! Всем чудесного утра! И доброго дня! Мы продолжаем вас знакомить с участниками клуба «Парус». И сегодня будем петь песни вместе с Валерием Щупловым. До 2008-го он каждый год ездил на Грушинский фестиваль. Теперь передал эстафетную палочку сыновьям. Но с бардовской песней, конечно, не расстался. В его коллекции около 300 песен бардов и советских композиторов. Записывал и разучивал все, что нравилось. А выбирал их в первую очередь по мелодии. Песня Юлия Кима. «Фантастика-романтика» называется. Нечаянно, негаданно Пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, отчаливай, Канат отвязывай причальный. Гудит нордоз, не видно звезд Угрюмые небеса. И все ж, друзья, не поминайте, Лихом поднимаю парусом. Фантастика, романтика, Наверно, в этом виновата. Атлантика, Антарктика, Зовут, зовут меня куда-то. Гудит нордоз, не видно звезд Угрюмые небеса. И все ж, друзья, не поминайте, Лихом поднимаю парусом. И все ж, друзья, не поминайте, Лихом поднимаю парусом. Послушай, друг, а может быть, Не надо в море торопиться. На берегу спокойней жить, Чего на месте не сидится. Смотри, какой гудит прибой Угрюмые небеса. И все ж, друзья, не поминайте, Лихом поднимаю парусом. С чего все начиналось? Все с туризма начиналось. Мы когда делали первые вылазки в лес, я не умел играть на гитаре, но окончил музыкальную школу по классу баяна. Приходилось таскать баян, чтобы посидеть у костра и попить песни. Сами понимаете, баян не очень такая вещь транспортабельная. Я вот один раз, возвращаясь из леса, мы ехали в электричке, сидели ребята и пели под гитару. Мне так понравилось. Думаю, почему бы мне гитару не освоить? Ну, через месяц, через два я уже мог аккомпанировать практически любую песню, имея в активе 5-6 аккордов основных. Где находили новые песни? Когда даже была передача на Всесоюзном радио, посвященная бардам, оттуда уже слышал какие-то песни, ну, какие-то привозил. Ну, конечно, основным источником репертуара стал Грушинский фестиваль. После него появилась масса кассет, которые записывали там у костров, на концертах и прочее. Ну, и я стал, как бы, коллекционировать песни. Тогда у костров ошибно в начале, ну, где-то вот впереди на 70-х годов, можно было всех метров там встретить. И Городницкого, и Никитиных, и Берковского, и... Ну, все, кто приезжал на фестиваль, они разбредались по кострам и пели песни. Так что около одного визбора можно было зависнуть там на полночи и писать, и писать. Был у меня один опыт, когда мы поехали в большой компанию, ну, целый автобус. А там же, кроме песенного фестиваля, там всякие соревнования проходят там по футболу, волейболу. Ну, и мы, конечно, туда завязались во все эти футбольные, волейбольные игры. Я так уставал, что ночь спал в палатке. А это вообще для Грушинского фестиваля, это считается потерянным временем, потому что самые интересные песни записываешь, вот ночью ходишь от костра к костру и записываешь. Таскал вот такой вот чемодан, это раньше магнитофоны такие были. И, значит, делали удочки, микрофон туда выносишь, чтобы поближе к исполнителю. И вот этот сезон, я утром проснулся, думаю, мать честная, чтобы я еще отвлекался на что-то более. Моя основная цель была, конечно, приехать, наслушаться песен, записать их. Те, что понравились, выучить. Больше я ездил только за песнями. О любимом авторе? Висбор. Я причем заметил, когда ходил, тогда еще многого не знал, когда записывал песни на фестивале. И вот мне песня понравится, я ее отмечу, потому знаю Висбор. И вот сколько у меня раз, были такие вот попадания, песня понравилась, но я не знаю автора. Потом узнаю Висбор. Да будет это так, заплачет ночь дискантом, и ржавый ломкий лист зацепит за луну. И белый, белый снег падет с небес десантом, чтоб черным городам придать голубизну. И тучи побегут со звездием гонимы, поднимем воротник, как парус декабрян. И старый, старый пес с глазами пилигримом закинет морду вверх при желтых фонарях. Друзья мои, друзья, начать бы все сначала на влажных берегах. Разжечь свои костры, валяться на досках, нагретого причалом, и видеть, как дымят далекие костры. Потом придет зима созвездие удачи, и легкая лыжня помчится от дверей. И, может быть, тогда удастся нам иначе, иначе, чем теперь прожить остаток дня. Иначе, чем теперь прожить остаток дня. Как попал в клуб «Парус»? Да, собственно, «Парус»-то я и не попадал. Как бы мы стояли у истоков авторской песни. Все начиналось с того, что где-то в конце сезона, когда туристы все возвращались из походов, и мы устраивали вечера туристов в ДК. И там, значит, рассказывали о своих походах, демонстрировали там фильмы, слайды, фотографии. А в конце концерт авторской песни, наверное, пришла сама собой, организация авторской песни в виде клуба. И мы сейчас вот даже туристы, бывшие туристы, собираемся вот зимой раз в месяц в лесу костра. И вот поем тебе песни как в фестивале. Зимой рукишь и мерзли. А костер для чего? Есть такой автор, Минский, Вайханский. Борис Вайханский. Я небо приоткрою, как старый клавесик, И пальцы окуну в клавиатуру звезд, И звуки оживут. И вниз дождем косым Скользнут по кроном ели и берез. И поплывет луна По таившей свечой, И медная струна Расскажет ни о чем. И расцветет в миноре легкий птичий галст, И будут волны моря гнать к моим ногам. Я прикоснусь губами к талому ручью, И стану дуть в него, Как в тонкую свирель, И я его звенеть По нотам научу, И снова превращу Ноябрь в апрель. И будто с куполом Малиновый трезвон Сорвется с проводов Капеле светлый тон, И рассветет в миноре легкий птичий галст, И будет волны моря гнать к моим ногам. Я вытяну дожди Шесть разноцветных струн И пальцами ветров Возьму аккорд зари И надо мной сгорят Двенадцать желтых лун, Похожих на простые фонари. И утренний трезвон Мелодии моей Сорвется с проводов Осины тополей И будут облака Пахучи, как цветы, А музыка легка И рядом будешь ты, И будут облака Пахучи, как цветы, А музыка легка И рядом будешь ты. А у нас для вас сюрприз. Предлагаем вам сходить На концерт студии популярной музыки Илон, который пройдет 10 апреля в субботу В 17 часов у Дворца культуры Современник. Чтобы заполучить Два пригласительных, Как обычно, просто Составьте слово и звук, Которое видите на экране. И звоните нам по телефону 60 67 74 Сегодня с 9.30 до 10 часов. Здравствуйте! Благодаря Андрею Вознесенскому И Алексею Рыбникову Наверное, каждый второй житель России Знает романтическую и трагическую Историю любви русского путешественника Николая Рязанова и Кончиты Красавицы из далекой Калифорнии. А была ли такая история на самом деле? Николай Петрович Рязанов Родился 8 апреля 1764 года В Петербурге В семье калежского советника. Получил домашнее образование И к 14 годам знал 5 иностранных языков. В этом возрасте Николай поступил На военную службу, в артиллерию. Затем были Лейббарди и Измайловский полк, канцелярия При дворе Екатерины II. А в 1794 году Инспекционная поездка в Иркутск. Там 30-летний Николай Познакомился с крупным российским купцом, Путешественником и промышленником Григорием Ивановичем Шелиховым. Женился на его дочери Ане И получил право на участие в делах Семейной компании. Брак получился счастливым, но недолгим. В октябре 1802 года Анна Григорьевна умерла. А в 1804 Рязанов стал первым Официальным послом России в Японии, Где ему предстояло наладить Торговые связи. Но полугодовое пребывание В стране восходящего солнца Ни к чему не привело. Император нашу делегацию Так и не принял. Зато Николай за это время Выучил японский язык И даже подготовил первый Русско-японский словарь, В который включил 5000 слов И учебник по японскому языку. Стоило путешественнику вернуться домой, Как его снова отправили в плавание. 26 августа 1805 года Дипломат вступил на землю Аляски. Вскоре он обнаружил, Что продовольствие из России Поставляется сюда так долго, Что успевает испортиться. Николай Петрович взялся За налажение торговых отношений С испанцами. На собственные средства Он приобрел брюк Юнона И заложил корабль Авось. В марте 1806 года Суда направились в Калифорнию, Которая в то время была Испанской колонией. Забегая вперед, скажу, Что всего за 6 недель Со своей задачей Рязано справился великолепно. Домой его корабли пошли Доверху загруженные Запасами пшеницы, Бобовых и ячменя, А также сало и масло. Но, как оказалось, Наш герой в 42 года Был не только блестящим дипломатом, Но и неисправимым романтиком. В Калифорнии он влюбился В дочь коменданта Сан-Франциской крепости 15-летнюю Кончиту. Девушка, Несколько лет учившаяся в Париже, Ответила ему взаимностью. Согласие родителей Они обручились. И Николай отправился в Россию, Чтобы добиться разрешения на брак. У них же была разная вера. Вернуться Николай планировал Через два года. Но вышло все иначе. В сентябре 1806 года Он добрался до Охотска, Где сильно простудился. С трудом его довезли до Красноярска, Где Николай Рязанов и скончался. 1 марта 1807 года. Здесь же его и похоронили. До Кончиты скорбная весть Дошла только через год. Девушка так и осталась одинокой. А в 35 лет ушла в монастырь. Ее не стало 23 декабря 1853 года. Так что Юнона и Авось – Это реальность, А не красивая легенда. Да, Николай Петрович Рязанов Немало сделал для своего государства. Но в памяти россиян Он остался романтическим героем. А его история легла в основу Многих художественных произведений. Сегодня в нашем городе ожидается пасмурная погода. Возможен дождь. Атмосферное давление 737 мм ртутного столба. Ветер юго-западный – 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем – плюс 10, плюс 12, ночью – 0, плюс 1. Сыр российский – 289,90 за килограмм. Рыба «Апутасу» – 84,90 за килограмм. Мегавыгода в Скидкино. В Лале Антилоп. Пальто. Стильные модели в лучших традициях бренда. Во всех магазинах Лале Антилоп. Московское 100. Второй этаж. Мама, ищешь ты нас? Мама, знаешь ли ты, что Баба Яга нас в клены превратила? Федор! Егорушка! Говори, где мои дети спрятаны? А ты поступай ко мне на службу. Как похвалю, так и скажу. От нее и слова-то ласково не услышит. А она только себя и хвалит. Да совести у нее нету. Дети мои, освободили мы вас! Мама! Смотрите на нашем канале. Главные события атомной отрасли. Что происходит и почему происходит. Стратегии Росатома и оперативные репортажи. Программа «Страна Росатом». Внимание! Весь апрель в телерадиокомпании «Заречный» на изготовление и размещение рекламы скидка 20%. Подробная информация по телефону 60 70 41. Тим Бейнхэм – консультант по дикой природе из ЮАР. Он точно знает, что в этой стране входную дверь следует держать закрытой. Ведь в окрестностях ходят немало диких животных. Но однажды мужчина все-таки оставил дверь открытой буквально на несколько секунд. Чем тут же и воспользовался дикобраз. Хозяин дома очень удивился, когда увидел у себя на кухне колючего визитера. Но справился с эмоциями и вежливо выставил гостя. Что еще необычного произошло в мире? Узнаем из Бредовостей. Доброе утро! В эфире Бредовости. И вот о чем я вам расскажу сегодня. Палец снежного человека. Олень вместо будильника. Глобальный переезд. Теперь об этом более подробно. Конор Флинн живо интересуется снежными людьми. И уверен, что они существуют. В одном из районов Флориды исследователь обнаружил странную окаменелость, которую принял за кость большого пальца Бигфута. Конечно, далеко не все уверены, что находка Конора хоть каким-то образом связана со снежными людьми. Возможно, он обнаружил часть тела медведя или другого крупного животного. А потому исследователю советуют отдать окаменелость на анализ. Но и тут не все так гладко. Сторонники теории заговора уверены, что власти скрывают и замалчивают существование снежных людей, поэтому никогда не дадут достоверной информации. В общем, что за палец нашел Конор, мы, видимо, никогда не узнаем. 15-летнему Брэндону Мартину очень повезло. Можно сказать, что парень родился в рубашке. Юноша возвращался с уроков на школьном автобусе и задремал. В какой-то момент прямо через лобовое стекло в салон влетел олень и приземлился подростку на спину. Сообщается, что животное не пострадало и его практически сразу выпустил на свободу водитель. Но самое главное, что Брэндон остался невредим. Конечно, его сон был прерван не самым приятным образом, но, к счастью, все обошлось. Переезд – это всегда большой стресс, и в этот момент друзья рядом совсем не помешают. Так жителю Филиппин очень повезло с соседями. Узнав, что мужчина опасается наводнения и хочет переехать на более возвышенное место, они пришли ему на выручку. Более того, помогли перевезти не только вещи, но и весь его дом. Конечно, пришлось приложить немало усилий, но жилище благополучно переехало. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите завтра, а прямо сейчас в эфире утреннего канала «Гороскоп». Овен. Вы не стесняясь можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить. Необходимо только каждому дать понять, что он незаменим. Телец. Вряд ли кто-нибудь будет вам полезен. От предложений помочь лучше вежливо, но твердо отказаться. В одиночку вы быстрее достигните желаемого. Близнецы. В первую очередь найдите время для личных дел, особенно для тех, что касаются нежных чувств. Все остальное подождет. На вас даже не слишком обидится. Рак. Вам, возможно, придется заниматься тем, что вы делать просто ненавидите. Сами виноваты. Нечего было соглашаться. В следующий раз лучше вежливо, но твердо отказать. Лев. Вы в своем воображении создали идеальный образ своего партнера. Но ведь на самом деле он в эти рамки совершенно не вписывается. Раскройте глаза. Дева. Вы подобны маленькой лодке, затерянной в необъятном океане. Возможно, вы не совсем адекватно воспринимаете окружающую действительность. Весы. День наполнит вас оптимизмом. Все будет получаться без малейших усилий с вашей стороны. Кто-то может вам позавидовать. Скорпион. Никто не идеален. И вас это тоже касается. Сегодня вам придется признать свою неправоту. Поторопитесь, пока вас не ткнули в нее носом. Стрелец. Возможно, вы окажетесь на пороге совершения большой ошибки. Постарайтесь заметить это прежде, чем его переступите. Козерог. Вам весьма ощутимо поможет друг. Порадуйтесь этому обстоятельству и умерьте жалобы на жизнь. В противном случае желание вам помогать вскоре исчезнет. Водолей. Составьте план действий и четко его придерживайтесь. День сложится удачно, если вы будете следовать расписанию пункт за пунктом. Рыбы. Оставайтесь в рамках благоразумия. Тогда все будет идти как по маслу. Вздумайте рискнуть, и фортуна моментально от вас отвернется. Как правильно? Долбит или долбит? В этом глаголе, как и во многих других, звонишь, включишь. Ударение никогда не падает на корень. В том числе и в полных и кратких причастиях. Долбленый. Долблена. Долблено. Поэтому говорить следует. Долбишь. Долбит. Долбят. Помните, как в детстве вас забавляла ваша тень? Вы то прятались от нее, то пытались убежать. Ну а тени из нашего следующего видео скрываться бесполезно. Почему? Узнаем из вот это да. Напоминаю, на календаре 8 апреля четверг посмотрите за окно. Снега на улице почти не осталось. Все, прогнали мы наконец-то эту зиму. Пришло время долгих прогулок на свежем воздухе. Не ленитесь, пробегитесь пешочком по улице. И настроение сразу поднимется. Отличного вам дня. И увидимся завтра в эфире утреннего телеканала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова